Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов или Живи. Но сегодня разговор будет серьезным. Дело все в том, что мы направляемся в ледяную пустошь, но не в обыкновенную. Этот лед образовался на том месте, где была танковая переправа. Известное событие, которое произошло много лет назад, но история о ней живет по сей день. Суть истории такова. Сразу 250 тысяч танковых единиц пересекали эту самую переправу. И это была непростая задача. Представьте себе, столько танков переправить. Но все шло как надо, потому что этим процессом руководил серьезный такой кардинал. Он был одноглазый. Но стоило кардиналу отойти, когда 245 тысяч танков были уже переправлены, как появился его заместитель. Этот неуклюжий заместитель умудрился потопить 5000 танков. И по легенде, они все разбросаны по этой пустоше. Почему по пустоше? Потому что во время зимы уровень воды сильно опускается. И возможно мы с вами сегодня сможем найти танки, которые были захоронены во время жутких находок во льдах. Ты вообще себя слышишь, нет? Что? Какой кардинал. Одноглазый тем более. Да. И 250 тысяч танков? Да. Столько в мире же вообще нету даже. Чего? Ты что тупой? Это была теневая секретная операция. Я не слышал про такую операцию, вообще по истории не проходил. Потому что это секретная операция. А ты о ней знаешь, да, конечно же? Я? Да. Потому что заместителем этого самого кардинала был мой дед. Что непонятного? Он мне и рассказал про это место. Так, вот мой металлоискатель уже работает. Где-то здесь. Для более точечного поиска используем бинпоинтер. До того, как стать стоматологом, он у меня... О, что-то здесь есть однозначно. Танки переправлял. Так. Пока не могу понять, что это. Ну, что-то такого желтого оттенка. Ну, короче, если посмотрим на лед вот здесь и на лед вот тут, явно цвет отличается. Это говорит о наличии жуткой находки там, подо льдом. Ого! Вода как полилась. Удивительно. Что-то я там упираюсь. В лед? В лед? Нет. Смотри, ты мне опять не веришь? О! Лед очень прочный. Ты хочешь сказать, что все это в выдумке или как? Да. Твой дед просто придумал это и все. Да все, что мой говорил. Дед, это правда. Сто пудово. Тебе просто дедушка не рассказывал баек в детстве. Вот ты и завидуешь. А у меня пол канала Жизвия построено на том, что мне рассказал в детстве дед. Так что, что там такое? Что-то железное. Слышишь же? Угу. И раз так металлоискать легко заметил, то это что-то большое. Не знаю, связано ли это как-то с танками. Какими темпами ты долго танк будешь выкапывать? Так он большой. А еще и кирка сломалась. Вот так вот починил. Вот. До чего ты докопался. Снял лед. А, сейчас танк достану рукой, да. Так ты не понимаешь. Танки-то давно здесь лежат уже. Проживели. От них отвалиться что-то могло. Что-то всплыть, что-то утонуть. Это же логично, блин. Всплыв. А что, там всплывать, что ли, нечего? Ну, между прочим, на многие танки вешали бревно, чтобы его использовать как дополнительную штуку, чтобы не буксовать. Да, блин. Что с киркой-то у меня сегодня? О, смотри-ка. Что-то есть. Что это? Что-то очень тяжелое и большое. Офигеть, оператор. Это кусок брони танка. Видишь? Зеленый цвет. Это военный цвет. А все, что зеленое, значит, оно военное. А все, что военное, оно так или иначе связано с танками. Очень на многие танки вешали именно такую дополнительную броню. Вот изображение. Пусть монтажер добавит. И вы поймете, что я вас не обманываю. И здесь захоронено еще 5000 таких штук. Как минимум. Пойдем искать дальше. Да. Идем дальше искать. Что-то где-то рядышком еще должно быть. У меня предчувствие. А у меня предчувствие, что это не броня была вовсе. А что? Так это от любой военной техники, может быть. Не обязательно вообще от танков. Ну, как минимум, уже военная техника. Ты со мной согласен, не так ли? Значит, не все, что я говорю, это бред. Частично это и правда. Ты говорил именно про танки. Давай, я сейчас что-нибудь еще найду. И мы стопудово сможем подтвердить мои слова и слова моего деда. Так, сигналы. Включай режим поиска. Что-то здесь есть. Что-то большое, я бы сказал. Даже пинпоинтер, мне кажется, не нужен. Ого. Что это? Ну-ка, почисти полностью. Я что-то тоже вижу. Да, стопудово там что-то есть. Другого цвета что-то. Разный, стоп. Здесь что-то черное. Здесь такое красное или оранжевое. Или коричневое. Ну-ка, достань-ка из своего рюкзака. Маленькую кирку, чтобы я... Поудобнее мне было работать. А то вдруг это что-то ценное. Да, большой не очень здесь удобно. Молодец, спасибо. Сейчас посмотрим. Да что-то сегодня у нас со всеми кирками не так. Все они какие-то вот такие. О, вода пошла. Нифига себе. Нормально. Значит, достанем находку мою эту. Довольно-таки быстро. Есть идеи, что это? Пока, если честно, вообще нет. Может, подписчики поставят видео на паузу и напишут свои предположения. Но сочетание таких цветов, такого красно-коричневого и черного, наводит меня на одну мысль. Может быть, это автомат Калашникова? Хотя во времена Второй мировой... Его не было. Его не было, да. Ну, танки же не только во времена Второй мировой были. Так ведь? Ну да. Может, большой все-таки? Да как-то неудобно ей совсем. Боюсь сломать еще и находку плюс ко всему. Вот, видишь, сразу же упираюсь у нее. Рычагом надо найти где-нибудь опору там и хоп-чик, и она вся достанется. Это попробовать так можно. Черт. Все, наконец-то, вроде бы, целиком этот лед раздолбил. Во, смотри, что-то выходит. Так. С трудом. Ну, вроде бы, идет. Да что такое-то. Застряла. Вон, здесь что-то выпирает. Так. Ого, что-то оторвалось. Странно. Что это такое? Пока непонятно. Ну, это не ясно мало. Не вылазит. Надо еще долбить. Вот так вот. Да. Вон она вылезла. Офигеть. Я так и думал, друзья. Это автомат. Да. Это настоящий автомат. Автомат Томпсона называется. Прикинь. Не, по-моему, по-другому как-то. Что значит по-другому? Нет. Автомат Томпсона. Это автомат Томпсона. Такой как раз-таки во времена Второй мировой войны, когда танки были, все вот это вот было популярно. И вот, возможно, у кого-то из танкового отряда был такой вот автомат. Он, правда, уже весь поломанный, заржавелый и не стреляет. Вот. Но это автомат Томпсона. Я тебе говорю, у многих танкистов, они, получается, ездили в танковом подразделении, в танковом отряде. И у них с тобой вот такой вот автомат был, когда если вылезти из танка, чтобы с противника уже сожжаться с помощью патрон. Так что вот такой вот автомат Томпсона. Ну что, теперь ты мне веришь, а, операторка? Нет. В смысле нет? Так, еще раз говорю, ты сказал, что здесь танки. Да. Вообще одного хотя бы нормального доказательства ты не предоставил. А Томпсон, а автомат тебе недостаточно? Нет. Так я тебе говорю то, что у всех танкистов такие были. Ты сказал, тут, типа, битва была, солдаты тут потонули на ледовом побоище. Чего? С автоматами? Да. Там пистолеты только были. Во, смотри, находка какая-то здесь. Где-то что-то лежит. Историю-то учить надо. Замет пинпоинтер. Слушай, а что у нас это? Здесь есть какая-то находка. Чего у нас стажер за камерой бегает, а? Не знаю. Стажер. А чем я помогу-то? Как чем? Докторка одна все равно. Ага, у оператора есть вторая. Ну-ка дай ему вторую кирку. В смысле у оператора? Вот, на. На, держи. Вот, где-то здесь находка. Давай, стажер, начинай. А я ее не вижу. Куда долбить-то? А вот я тоже не вижу. Где-то здесь пинпоинтер звенел. Не знаю. Но могу. Давай, сюда. Никогда не угадаешь. Угадаешь. Ну, что-то там есть. И у тебя. Вот здесь ничего нет. Вот здесь есть. И где-то здесь есть потихонечку. Чего? Давай. Это тебе вместо физкультуры, которое ты прогуливаешь постоянно в школе. Я в отличие от тебя физкультуру прогуливаю. Я вообще ничего не прогуливаю, если что. А вы, ребят... О, там что-то было? Или не показалось? Было. Что там? Без понятия. Что-то черное и ржавое. Деталь танка наверняка. А вы, ребят, напишите только честно в комментариях. Прогуливаете ли вы еще один в школе или нет? А ты, оператор, прогуливаешь? Ну, иногда бывает. А что? Какие уроки? Да. Ну, историю иногда. Историю? Да. Так все понятно, почему ты мне не веришь. Любой я все знаю. Я историю не прогуливаю. Я у дедушки просто спрошу. Не веришь? Я у дедушки спрошу, что было еще. Я только что вам показал доказательства. Этого мало. Сейчас достанем. Собственными руками выкопаешь. И посмотришь. Во! Ничего. А как нету-то? Вон, что-то есть. Где? Во! Вон, черная. Видно же. Давай, ссу руку и узнаешь. Я же говорю, там пусто. Да видишь, вода ржавая. Значит, здесь что-то заржавело. Что-то есть? Так. Офигеть! Это погнутый, ржавый люк от танка, ребята. Такие в обязательном порядке ставятся на башню танка, чтобы закрывать, открывать, чтобы оттуда выходил, ну, выходили люди, мехвод там, танк. Чего? Давай, выйди из такого, попробуй. Ну, это чисто для головы. Да, да, да. Это знаешь, что? Что? Это на карбюрактор одевается. Нет, нет. Да, на карбюрактор танка. Нет, ребята, нет. Вы неправильно говорите. Ну, может быть, это люк не для выхода, это мог быть люк для пулеметчика. Для головы, да, еще может быть. Да, пулеметчик так вылез, обратно залез, пострелял. Вылез, залез, пострелял. Чтобы безопаснее было, чтобы у него голова всегда была броней прикрыта. Это люк от танка, я вас уверяю. Ладно, ладно, поверим. Я могу еще найти какие-то находки. Давай дальше искать. Это вам мало, все равно. Найду больше. Вот, смотри, какая даль бескрайняя. Сколько здесь танков. Просто мы мест на него очень удачно выбрали. Так-то, если получше поискать, может быть, даже с аквалангом нырнуть здесь, то можно найти целый танк. Но это если вы наберете 30 тысяч лайков под этим видео, тогда я сюда погружусь и найду для вас танк, ребята. Помнишь, дрон погружали, нашли танк, да? Ну, дрон, да, вот в этом видеоролике это было. Дронам-то это одно дело, а вот когда сам, это совсем другое. Опа, находка. Ого. Здесь где-то что-то есть. Стажер! Ну-ка иди сюда. Что думаешь, на одну находку пришел, что ли? Да, на одну. Нет? Опа. Что, что-то видно? Там что-то есть. Смотри, видал? Что-то непонятное пока. Что? Ну, что ты? Давай, у тебя кирка маленькая, давай. Маленькую дырку, чтобы вода сверху налилась. Что придумываешь-то? Сумасшедший, что ли? Нет воды. Нет воды? Ну, давай, кроши лед, аккуратненько. Да, задолбал. Да, задолбал, давай, кроши, кроши, кроши. И достанем потихоньку. Интересно же, что это такое? Давай тоже кроши, только аккуратно. Аккуратно, я говорю. Да я аккуратно. Ну, знаешь, тоже по полмиллиметра снимать, так как-то это не вариант. Филегранная работа. Да ты бей не туда, где находка, а рядом. Это дай, не надо будет филиграничать. Надо. Вот, сюда. Это у меня уродский инструмент, у тебя еще более-менее. Надо как-то прикрутить их, что ли, на клей, не знаю. Клей забить. Ага. Алмазную надо кирку делать. Точняк. Железная такая, чисто расходник. Аккуратно, ты что смотришь-то, стажер? Актикиркой мне... О! Так, снимай этот кусок. Что-то виднеется. Еще как виднеется. Да. Давай, убирай это все. Что это? Ну ты руками возьми, может, понять не будет. Думаешь, стоит это брать? Пока я вообще не могу понять, что это такое. Если это танковое, что-то тяжелое, он не поднимет. Ну так, сколько примерно весит? Килограмм, я бы сказал, сорок. Чего, какие сорок? Ты бы сорок не поднял. Давай помогу. Все. Это снаряд. Ребята, это, блин, снаряд. Танковый. Вот так вот он выстреливает. Офигеть. Ну что? Такими снарядами только танки стреляют. Гаубицы, танки и артиллерийские установки. Ну что? То есть кто-то выстрелил? Сто подого. Так здесь битва была или переправа обычно, а? Зачем стрелять, когда переправа, а? Ну, осечки случаются. Кто-то зарядил в танк снаряд, вот он и выстрелил. Такое бывает. Ну, видишь, он ни в кого, слава богу, не попал. То есть, в таком, он был бы очень сильно сплюснут, этот снаряд, если бы он во что-то попал. Потому что скорость-то огромная, и при столкновении с чем-то он сплющивается, в том числе и разрывая вот эту броню танковую. Это бронебойный, кумулятивный или голда? Это голда, конечно же. Я, мы вот с тобой находим детали от танка. Это от какого танка? От Тиграна? От Пантеры, нет? Что, больной? Это Т-34. Т-34? В смысле, Т-34 такими снарядами не стреляет? Это ИС или КВ-2 вообще? Это Тигр. Что? Это как вы оба неправы. Пусть подписчики в комментариях напишут свои любимые танки, и какой танк сейчас мы ищем, скорее всего, детали, от какого танка мы находим. Пусть напишут, ребята, в комментариях. Самый интересный комментарий получит у меня сердечко, а кому-то я отвечу лично. Ну, то есть, я так смотрю, вы уже оба мне поверили, что мы нашли танк. Нет. Тогда давайте искать дальше, пока мы не найдем что-нибудь здесь. Вот, режим поиска. Вот здесь вот. Давай, раскапываем, стажер. Нет, что-то есть. О, что-то зеленое. Вот. Что-то есть там. Ну, кажется, надо больше настисти. Что-то разщищать, надо копать. По-другому-то никак. Вот я бы сказал, что-то желтое, а не зеленое. Ну, ладно. Ух ты ж, блин. Что, льда поел? Да. И ртом, и носом, и глазом. Ничего, это полезно. Давай, давай. Аккуратно. Если это деталь от танка, она, конечно, бронированная. Ну, а что, если это опять что-нибудь не от танка, а вот, как, допустим, я автомат нашел? Автомат? Да. Вдруг это тоже что-нибудь такое же. Или вдруг это вообще какая-нибудь мина противотанковая. Но если противотанковая, то по ней можно со всей силы ударить, и она не взорвется. Ну, теоретически, да, но я бы так делать не стал. Не знаю, я бы проверил, взорвется или не взорвется. Аккуратней. Давай, рычагом. О! Дай мне маленькую кирку. Ну, на большую, что, давай поменяемся. Давай большую. Лишь бы постанать. Я наоборот, чтобы ты аккуратнее работал. Дал тебе такую. Аккуратность, мое второе имя. А первое? Нет? Первое. Нет. Так. Опасный рычаг получился. Осторожно с историческими находками, пожалуйста. Ну да, а то потом... На, держи, что ты на меня валишь? Я потом историку своему покажу это видео. И что, думаешь, он обрадуется? Да, он подробнее скажет. Ну, кстати, да. Пятерку поставят. Иногда не хватает какого-то историка, знающего в команде. Возьми его к нам в команду, оператор. Покажи ему это видео. И пусть он скажет, пойдет он к нам в команду или нет. Да ты что, стажер? Кирка твоя ломается. Какая есть, чем богатый будем. Во, идет, идет, идет. Давай, подковыривай. Ты что? Да, не идет она. Не идет. Да как не идет это? Сыпание. По одному это может долбиться и думаете, что нормально. Да почему вот я уже все, что можно... Вон, все, я отбил. Давай, доставай, что там? Не достается. Так руками, потому что надо. Так и руками не достанется. Мне кажется, там еще один снаряд. Еще, блин, осторожно-то надо быть. Стопудово похоже на пушечное ядро какое-то. Вот и поддолбит. Опа. А что, ну, она цвет поменяла, алло. Это как? Занат-то хамелеон? Маскировочная граната? Не знаю. Давай, бери уже руками. Ого. Ого. Да это каска, ребята. Время Второй мировой. Военная, настоящая. Ну что? Еще есть у вас вопросы? Насчет того, что здесь были танки и танкисты. Танкисты, может быть. Или солдаты. Но не танки. Так как? Вы что, ребята? Так ни одной части от танка нету. Броня в самом начале была. Так это хоть где она может быть? Ладно. Давайте еще поищем. На самом деле, так-то немножко я приврал. По поводу? По поводу того, что мы никогда не звали историка в команду. Вот у нас есть видеоролик. Посмотрите, мы занимались там магнитной рыбалкой. И позвали тогда историка, получается, преподавателя исторических наук. А как его звали? Ну пусть ребята уже сами посмотрят и узнают. Я не помню, если честно. И вот он нам рассказал о достоверности наших находок. Так, тихо. Тихо, тихо. Что-то здесь. Это ноги мои. Не-не-не. Что-то большое. Огромное. Так, давай, да. Копать. По поводу там сто пудово что-то есть. Что-то отнюдь не могу. Вон что-то зеленое. Смотри. Что-то зеленое. И тут зеленое. Что-то огромное и зеленое. Это точно деталь танка. Давай, стажер. Кирку в руки. И отбиваем. Ого. Я в что-то уже уперся, слышишь? Я тоже. Пошло. Пошло дело. Это точно деталь танка. Я в этом уверен на сто процентов. Что это может быть? Ты с каждой находки так уверен был на сто процентов. Я всегда уверен в том, что делаю. В этом моя особенность. Делай. Не сомневайся. Сомневаешься. Не делай. Мой девиз по жизни. Мой девиз по жизни. Это был мой дед. Он мне их сказал. Толстый лед. Это не толстый лед. Ты по находке бьешь. А, да? Да. Ой. Ну и ладно. Ничего не ладно. Это историческая достоверность. Ты нарушаешь. Если мы сейчас достанем кусок танка, а он весь покоцанный, как мы поймем, это по нему попадали или это ты его накоцал? Я скажу, что попадали. Ну что? Как у тебя там? Далеко идет эта запчасть. Что-то длинное. Длинное и зеленое. Пока не могу понять, что это. Но, ребят, поставьте вы видео на паузу и напишите в комментариях, как вы думаете, что это за деталь. Кто отгадает, получит у меня сердечко в комментариях. А кто напишет интересный вариант, тому я отвечу в комментариях лично. Ну давай, давай, стажер. Почти вышло. Во, выходит. Давай, тяни. Давай. Что это такое? Офигеть. Остановка. Это дуло от танка, ребята. Жесть. Это разорванное дуло от танка. Офигеть. Вон, видал, его порвало от снаряда. А я такие на фотках постоянно видел. Стопудово, да. Это дуло порвало, и его выбросили от танка. И заметьте, в каком направлении не лежала разорванная дуло от танка. Оно лежало в том же направлении, в котором и был найден нами снаряд совсем недавно. Представляете? То есть ты хочешь сказать, что снаряд вылетел, порвал дуло и выпал? Типа того. Что? Просто кто-то зарядил снаряд неподходящий от диаметра. Если мы посмотрим на этот дуло... Да, здесь же дуло гораздо меньше снаряда. Кто-то запихнул туда снаряд неподходящий. И поэтому его и разорвало. Такое постоянно раньше с танками происходило. Поэтому мы много раз находили разорванные или поврежденные дули от танка. Что там нашел стажер? Офигеть. Ну так, конечно, оно подо льдом лежало. Ну что, теперь-то вы мне верите? Это ничем, кроме как дулом от танка быть не может. Теперь да, теперь-то понятно, да. Я думаю, можно проверить. Прости, что не верили. Это все правда. Да. Я всегда говорю только правду во время жутких находок во льдах. И вообще на всех видеороликах на канале Жизия. Поэтому ставьте под этим видеороликом лайк. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать те видео, которые выходят каждый день специально для вас. Ну а также пишите, вдруг что-то интересное можно поискать и в вашей деревне, или в вашем городе, куда нам отправиться дальше и что поискать. Самые яркие идеи мы реализуем в реальной жизни. Ну а с вами был я, Вячеслав Смылов, или Живия. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!